Науры с миром и давно стал общим праздником для представителей всех национальностей, проживающих в нашей стране. Сегодня напротив областной ассамблеи народа Казахстана развернулся большой дастархан-дружбы, где по соседству стоят блюда разных культур. Самый богатый дастархан в Петропавловске длиной 25 метров накрыли на центральной площади. На столе десятки национальных блюд. Каждый этнокультурный центр постарался приготовить самые вкусные угощения. Безбармак, баурсаки, кумыс – это кухня казахского народа. Каждое яство приготовлено с любовью, строго по рецепту, говорят представители культурно-просветительского центра «Урпак». При выборе блюд постарались показать разнообразие кулинарии своего народа. Сегодня более 10 блюд подготовил наш казахский центр. И очень символично, что с наступлением весны у нас оживает природа и мы начинаем сеяться. Поэтому в южных, юго-восточных народах, регионах Казахстана сеяли пшеницы. И вот мы сегодня приготовили из нее курган бидай называется. Белорусские, татарские, немецкие, украинские блюда. Вот, к примеру, как выглядит для нас привычная итальянская пицца у турков. Блюдо называется пидея по-турецки. Изготавливается тесто, сыр, брынза. Тут с мясом перемешано колбасными изделиями. Все угощения с этого дастархана для горожан. Как и эти баурсаки. Пока одна порция жарится, здесь уже раскатывают тесто на следующую. Всего Центр Молодежных Инициатив приготовил порядка 100 килограммов теста. Из которого получится порядка 2500 таких мучных изделий. Какой наурызмейрамы без баурсаков? Рецепт самый простой. Готовим дрожжевое тесто и обжариваем его. Угощаем всех желающих. Каждый должен попробовать. А по соседству огромный торт. Трехметровое 70 килограммовое угощение приготовили кондитеры компании «Рахат Лукум». Фигурки выполнены из шоколада. Бесплатный бисквит со взбитыми сливками вызвал настоящий ажиотаж среди петропавловцев. Каждый хотел отведать кусочек праздничного торта. Весеннее настроение горожанам создавали не только вкусные лакомства, но и музыкальные подарки от лучших творческих коллективов области. Ни один праздник не обходится без спортивных игр и творческих состязаний. Вот одно из таких. Соревнуются бабушки на знания народных традиций. Победителям предстоит пройти шесть этапов конкурса. Наталья Кусаинова рассказывает о своем любимом обряде – тусау-кису. Проводить его приходилось не раз. У нее трое детей, четверо внуков и одна правнучка. Сама родом из России Наталья Кусаинова всем сердцем полюбила казахскую культуру, когда переехала жить в эту страну. В пять лет мы приехали в Казахстан, в аул Сабита Муканова. И я через два месяца уже стала разговаривать на казахском языке. Наша семья очень дружная. Мы любим национальные традиции. Мы очень любим. Петропавловцы отмечают науры с Мейрамы дружно и весело. На центральной площади сегодня сотни горожан. Они поздравляют друг друга с праздником весны. Праздник-то хороший. Науры с Мейрамы. Это по мусульманску календарю Новый год. Можем пожелать всем хорошего года, добра, полного дострахана. Прекрасный весенний праздник. Всех поздравляю с праздником. Желаю всем счастья, здоровья, любви, всего самого чистого, светлого, доброго. Светлого неба над головой. Всех поздравляю снова с праздником Нового Роза. Желаю здоровья, счастья. Мне этот праздник очень нравится. Много людей в осень районе. Весело. Барсаки вкусные давали. Я поздравляю всех людей с праздником весеннего равноденствия. Желаю здоровья, счастья, достатка. Очень хороший такой праздник. И чтобы все народы жили дружно, весело, вот как сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова